Презентация, стараюсь больше 20 минут не занять, она называется МАК и МЭК-проект в энергетике, приводя на русский язык, это геноподрядные договора, связанные с исполнением проектов по автоматизации электростанций, как по тепломеханическому оборудованию, так и по электротехническому оборудованию. МАК — это Main Automation Contractor, аббревиатура МЭК — это Main Electrical Contractor. Первый момент — решение, которое мы предлагаем, и те выгодные условия финансовые, которые мы предлагаем для совместной работы, они связаны не только с тем, как мы организовываем свою контрактную деятельность, как я упомянул в предыдущей презентации, с нашими подрядчиками и поставщиками, но в первую очередь с тем, что мы предлагаем решение на базе большей части оборудования собственного производства. И измерительная техника, низовая автоматика, датчики давления, температуры, расхода уровня, датчики вибрации. Сам ПТК — это продукт наш собственный. Исполнительные механизмы, представленные марками Fisher и Betis, также оборудованы нашего производства. В первую очередь наше решение, основанное на этом оборудовании, если вдруг по каким-то параметрам оно не проходит, мы его комплектуем, или там есть желание заказчика использовать что-то другое в части измерительной техники, в части исполнительных механизмов, мы предлагаем что-то другое. Говоря о генподрядных договорах, в первую очередь следует задать вопрос, что требуется от такого подрядчика. Почему не иметь несколько контрактов? Первый момент — это то, что любой проект ограничен несколькими факторами. Это ресурсы, финансы, время. Конечно, большинство заказчиков имеет в своем штате специалистов, которые могут координировать те или иные работы. Но зачастую это ограничение по ресурсам физически, просто человеческим ресурсам, по времени, оно не позволяет этого делать. И часто при начале проекта, когда нужно определить все белые пятна, прогнозировать, это тот момент, когда фактически средства, когда принимаются решения, имеющие наибольший риск, связанный с результатом, то в этот момент можно что-то упустить, что впоследствии повлияет на излишние затраты. Упустить вопросы, связанные с границей проектирования той или иной организации. Упустить моменты, связанные с организацией последующих работ на станции. Упустить моменты, связанные с заведением сигналов, если это большой объект, то ли иной подсистема в ПТК. Спрогнозировать соответствующим образом структуру ПТК, спрогнозировать соответствующим образом концепцию управления той или иной функциональной подгруппой, спрогнозировать свои затраты. Все это вызывает риски. Они многочисленны, и все это вызывает излишнюю головную боль, излишнюю затраты, которых можно избежать, когда есть генеральный подрядчик. С генеральным подрядчиком все просто. Он предоставляет график выполнения своих работ, он имеет предельную цену выполнения этих работ, на каждом этапе он обосновывает выполненные работы с метами, которые он защищает, и все, что нужно заказчику, это его контролировать, контролировать сроки выполнения и требовать выполнения в отведенную стоимость. Почему Emerson? Причин, почему Emerson, их несколько. Первое, это то, что берясь за такой большой проект, как генподрядный договор, это компания, имеющая большой выставной капитал, она такие риски всегда прогнозирует, страхует. У вас остается уверенный, что независимо от того, промахнулся генподрядчик с предельной ценой, не промахнулся, у вас есть требование получить тот результат, который вам был изначально обещан. И у Emerson есть ресурсы для того, чтобы это обеспечить. То есть независимо от условий, независимо от того, выгоден конкретный контракт или нет, у вас в этом есть уверенность. У Emerson есть полное понимание всего цикла выполнения проекта. И с точки зрения его управления. У нас есть руководители проектов, сертифицированные по PMI. У них есть понимание не только концепции того, как проект исполняется, есть большой опыт реализации проектов. У нас автоматизированы блоки по 800 мегаватт. У нас есть совместные проекты с силовыми машинами по автоматизации блоков по 660 мегаватт на суток в сверхкритику. У нас есть опыт реализации крупных долгосрочных проектов по автоматизации гидростанций. А они с точки зрения объема автоматизации и сложности, связанные с тем, что проекты растянуты во времени, порой это может и до 10 лет доходить, если станция содержит два десятка гидроагрегатов и работа растянута в периоде 5-10 лет, в этом тоже есть определенные сложности, связанные с тем, что нужно достичь унификации технических решений, нужно достичь таких функций, как централизованное управление, слаженное, и не промахнуться с выбором изначально технического решения, так, чтобы в конце, спустя 5 лет, обернувшись назад, не было вопроса, почему мы сделали так и не так. Такие знания у Emerson есть. Соответственно, все, что связано с проектированием, связано с изначально техноэкономическим обоснованием, с реализацией работ на площадке, с подконтрольной эксплуатацией после его введения в работу, сервисное обслуживание, все такие компетенции есть. И есть, что немаловажно, ресурсы собственные здесь российские для выполнения таких проектов. Но заостряю внимание, что общее количество людей в отделе, который занимается исполнением проектов, это почти три сотни сотрудников и достаточно большой штат. Компетенции Emerson как генерального подрядчика, ну, я их только что обозначил, поэтому не буду на них останавливаться. Что немаловажно, имея инженерную команду здесь, локально, в России, есть полностью понимание не только того, как исполняются проекты за рубежом, они, все решения адаптированы к локальным стандартам. Немножко стандарты отличаются, там, российские от казахстанских, вот там, украинские от европейских и так далее. Мы всегда предлагаем то или иное решение заказчикам согласовым, в основании каких стандартов, какие ожидания по исполнению контракта, так, чтобы впоследствии заказчик не имел какой-то головной боли, что реализованное решение не проходит относительно ГОСТа по тем или иным требованиям. Потому что, ну, элементарно ссылка на ту или иную нормативную документацию может там по ряду причин выпасть изначально технического задания. Потому что часто те же технические задания, мы знаем, согласовываются в какие-то сжатые сроки. И вот вопрос был по той же там системе вибрации, яркий пример этому. В той же Украине, вот мы реализовывали на Украхгидропроект, там вибрация нормируется по виброскорости. Это технические требования были спущены с Европы. Мы сейчас ездили сравнительные данные в Грузию, в Тбилиси, общались с представителем департамента по энергетике, директор электротехнического департамента. Он говорит, что несмотря на то, что там грузинский рынок переходит, но он сейчас полностью зависит от российского, да, они работают в одной как бы системе. Идет процесс отделения рынка, переход его на европейские стандарты. И первое, с чего мы начали, мы получили кодекс, сетевой кодекс грузинский, он на английском языке написан, он под европейские стандарты. Мы его изучили, мы его в рамках нашей экспертной группы обсудили. Обсудили те решения, которые мы можем предложить вместе с нашим офисом в Варшаве и направили им соответствующее наше понимание по программе развития ряда станций. И соответствующий расширенный семинар планируем в апреле. Соответственно, такие компетенции тоже есть. Для российского рынка есть российские специалисты с узкой специализацией. Для любой станции, которая находится там за пределами или хочет что-то иное, это все подлежит обсуждению. С точки зрения проектирования, есть автоматизированная среда сквозного проектирования, которая позволяет нам синхронизировать наши работы по составлению базы данных сигналов ввода, синхронизировать их с нашими работами по проектированию поля. И даже в этом году мы реализуем для нашего сборочного производства специальный модуль, который будет позволять делать металлообработку шкафов, непосредственно взяв проект с рабочей документацией. То есть мы берем шейпы так называемых шкафов, на основании которых выпускалась рабочая документация шкафов, загружаем наш штанок по металлообработке, он будет делать все это автоматизировано. Это минимизирует не только наши затраты, но и ваши затраты, скорость, ошибки и так далее. Соответственно, выпуск, имея такую систему, выпуск исполнительной документации по результатам выполненных монтажных и наладочных работ, он тоже делается на раз-два. Берутся изменения, вносятся в базу данных, оттуда выпускается полный комплект новой документации. Что касается подхода к организации исполнения проектов, то оно организовано по всем правилам PMO. У нас есть проектный офис, который отвечает за внедрение автоматизированных систем. Это система Clarity, это система Oracle, которые адаптированы по требованию российского рынка. Они позволяют прогнозировать не только занятость людей во времени и минимизировать накладки в их занятости, оно позволяет прогнозировать затраты, позволяет прогнозировать потребность в материалах, которые должны быть на складе, на сборочном производстве. Оно позволяет давать вводные нашим заводам, для того чтобы они прогнозировали свои производственные, загрузка производственных линий надлежащим образом, исходя из потребностей материалов, прогнозы по которым мы составляем по этим автоматизируемым средствам. Это все идет централизованно. Соответственно, как я говорю, есть отдел закупок, отдел контрактного администрирования, логистики. Соответственно, любые поставки даже в удаленные регионы. У нас было и поставки на Вилюйскую ГЭС, я помню, интересные. К станции, грубо говоря, нет ничего, кроме авиасообщения. У нас есть поставки на Сахалин, на Камчатку. В принципе, есть отработанные схемы, которые позволяют даже в удаленных регионах исполнять проекты достаточно быстро. Если раньше, 5 лет назад, я помню, мы заказчику редко, когда называли сроки поставки оборудования меньше 6 месяцев, то есть это каждый раз вызывало какие-то бурные обсуждения, а как же мы вдруг поставим оборудование быстрее, чем за 6 месяцев. Сегодня 3 месяца, но оно уже с учетом изменения плана по загрузке производства примерно обсуждается так же, как раньше обсуждалось 6 месяцев. Еще один интересный момент, на который я хотел бы заострить внимание. Есть мнение такое, и оно не то что мнение, оно подтверждается примерами из практики, что если компания, занимающаяся интеллектуальным бизнесом, не развивается последовательно, она не может находиться в том же состоянии долгое время. Она начинает стремительно падать, и впоследствии все это для бизнеса оканчивается печально. Я, к примеру, компания Nokia, которая очень быстро развивалась одно время, потом замерла 2-3 года, не меняя технологии, не меняя новую линейку продукции, пошла вниз, продла свою бизнес Майкрософту. Emerson инвестирует в развитие новых технологий. Мы говорили и об электротехническом оборудовании, и о виброконтроле, и другие моменты затрагивали. Связаны с развитием линейки оборудования на несколько лет вперед. У нас есть прогнозы и дорожная карта по выпуску новых версий программного обеспечения, по выпуску новых версий оваций. Мы знаем, что у нас будет с овацией, какой функционал она будет нести через год, через два, через три. На ближайшие пять лет он достаточно точный. Соответственно, инвестиции в развитие новых технологий, реализация их — это один из ключевых моментов, на которых компания делает фокусы. Здесь, грубо говоря, представлен эскизик станции с светлыми тонами. Указаны те области, которые мы называем реализацией типовых решений. То есть это те вещи, которые реализованы уже много-много раз. Это система управления котлом, топливоподачей, и управление общеблочным и фистанционным оборудованием, управление турбиной различных типов, газовые, паровые турбины, гидротурбины. Это система контроля уходящих газов и так далее. Вместе с тем появляются новые решения. Часть из них уже апробирована, в том числе и в России. Часть из них мы вот-вот ожидаем и ожидаем соответствующие контракты. Это система диагностики состояния основного оборудования. Она касается не только контроля состояния турбины-генератора и прогнозирования во времени различных деградационных процессов, которые там происходят. Она связана с диагностикой состояния исполнительных механизмов. Она связана с диагностикой состояния электротехнического оборудования. С диагностикой контроля трансформаторов, генераторов. И сравнительно недавно одна из компаний европейских была куплена, вошла в состав компании Эйнерсен, которая до этого занималась профильным контролем состояния генераторов. Соответственно, как только они со своими всеми бизнес-процессами вольются полностью в Эйнерсен, соответствующее решение, сертифицированное для локального рынка, будет предлагаться и нам. То же самое, что касается диагностики, не только. Это встроенные средства для моделирования технологических процессов. То есть сейчас те тренажеры, которые мы реализовывали и сейчас предлагаем заказчику, они разные есть. Они есть связанные с реализацией математических моделей, написанных непосредственно нашими специалистами. Есть тренажеры, которые мы делали совместно с компанией ТЕСТ, которая реализует математическую модель энергоблока на своих аппаратных средствах и предоставляет нам средства для интеграции его с ПТК-оваться. У нас была интересная работа для Саратовской ЭГЭС совместно с ЭКРой, где мы моделировали не только главную электрическую схему электростанции, Саратовской ЭГЭС, она там достаточно сложная. Там больше 20 гидроагрегатов, 6 систем шин. Все это было, эта работа с ЭКРой была сделана. Это было смоделировано на их компьютере канадском. У них там какая-то большая машина многопроцессорная. Они даже для специально под этот проект какие-то специальные модули в Канаде заказывали. И там была смоделирована не только сама станция, чего, например, нельзя сделать в том же НИИПТ. У них там мощность ограничена. Они могут смоделировать одну систему шин, потом вторую, потом третью, испытать тот же групповой регулятор, который мы реализовывали частями. Там была смоделирована вся электрическая схема. Там были смоделированы параметры регуляторов скорости каждой из машин, прямо с реальными характеристиками. И что немаловажно, смоделирован прилегающий энергорайон. Согласно общей схеме от системы оператора получены. И ПТК овация, несущая функция группового регулирования, была туда пристыкована. Такие испытания проведены. Соответственно, средства по моделированию, по реализации таких проектов, они есть. И подходы могут быть абсолютно самые разные, в зависимости от требований заказчика. Но что немаловажно, те инвестиции, которые идут, они идут во встроенные в программное обеспечение овации базовых блоков с типовыми математическими моделями, там первого, второго порядка, для того, чтобы заказчик мог графически сам собрать тот или иной технологический узел и обыграть это на реализованном проекте без каких-либо рисков для того, чтобы нанести какой-то ущерб работающему оборудованию, тот или иной сценарий с минимальными затратами. То же самое электротехническое оборудование, то же самое наши планы по внедрению регулятора возбуждения. Решение для прогазовых технологий. Если посмотреть, я думаю, что большинство из вас смотрело программу, скорректированную в конце прошлого года по развитию энергетики на следующую пятилетку до 2020 года, то видно, что таких крупных работ по гидростанциям в России не предвидится в ближайшие 5 лет, такие, как были там в первую пятилетку эта программа. Основной фокус все-таки сделан на парогазовые, паротурбинные технологии. Есть в программе обозначены четко потребности российского рынка в газовых турбинах, есть планы по модернизации существующих объектов. Соответственно, мы для себя тоже это ставим одним из целевых направлений, на которые мы будем сфокусированы в ближайшие 5 лет. И сегодня у нас уже есть действующий проект, в том числе новой стройки, и мы ожидаем дополнительные контракты по такого типа станциям. И здесь тоже компетенции самые различные. Это и управление газовых турбин, это может быть реализован непосредственно наша система регулирования паровой турбины. Это может быть реализовано, как мы сейчас делаем на одном проекте на Дальнем Востоке, реализация централизованного управления станцией, в том числе с интеграцией более глубокой, чем просто стыковка с регулятором газовой турбины, который шел комплектно с поставкой турбины. То есть мы непосредственно реализуем графику на своих средствах, мы влазим в их алгоритмы управления, непосредственно не полностью управляем газовой турбиной, но ключевые моменты связаны с диагностикой и формированием управляющих воздействия там реализованы. Соответственно, то, что касается автоматизации паровых турбин, будь то это основная турбина, приводная, решений таких много, я думаю, что большинство о вас знает о них, и у нас будет отдельная презентация по этой теме, поэтому на этом останавливаться не будет. Дополнительно все, что связано с реализацией системы верхнего уровня, с реализацией оптимизационных пакетов, расчет технико-экономических параметров, у нас есть соответствующие приложения, наработки и опыта внедрения. Решение для гидроэлектростанций. То же самое, что касается контроля гидротехнических сооружений, что касается непосредственно агрегатной автоматики, что касается реализации системы верхнего уровня, системы группового регулирования, и в том числе доработка решений в соответствии с новым пониманием того, как те или иные системы должны работать, например, системы рационального управления составом гидроагрегатов, такие компетенции есть, такие специалисты у нас есть, и они готовы это обсуждать и такие вещи реализовывать. Управление электротехническим оборудованием. Не буду тоже много останавливаться, потому что это было в предыдущем докладе. То есть для заказчика зачастую ему решать, будет это отдельная система управления электротехническим оборудованием и отдельная система тепломеханическим оборудованием, либо это будет одна система. Есть и, наверное, любой заказчик может найти в этом и плюсы, и минусы. Один из последних проектов, где это обсуждалось, это была Затонская ТЭЦ с новостроющимся, там заказчик принял решение, что будет отдельная система управления электротехническим оборудованием и, в принципе, каких-то технических аргументов, связанных, почему именно это так будет реализовано, их, наверное, не было. Это такой канонический устой, когда заказчик захотел, чтобы был отдельный арм, там релеющик, отдельный верхний уровень, отдельные люди, которые работают на станции и эксплуатируют это оборудование, чтобы у них была своя система. Вместе с тем, если изначально при реализации таких проектов не продумать технические вопросы единой базы данных, обмена сигналами между системой управления тепломеханическим оборудованием и электротехническим, общий интерфейс пользования, синхронизацию событий может в конце получиться, ну, результат не тот, который ожидать. Если этому просто вопроса не уделить, то будет две отдельные системы, и та же синхронизация событий, она может там не только секунды быть, но и десятки секунд. Что, в принципе, будет при разборе той или иной аварийной ситуации, наверное, вызывать определенные сложности. Поэтому мы со своей стороны всегда рекомендуем делать общую концепцию. С точки зрения реализации системы верхнего уровня, с точки зрения эксплуатации, мы считаем, что это более удобно. Единая концепция управления, единые графические окна в едином формате. Гибкость в разграничении прав доступа по той или иной рабочей станции в зависимости от того, какой персонал на станции работает, какая ответственность там на тех или иных людей возлагается. Все это реализуемо. С точки зрения пусконаладки это удобно. С точки зрения отображения информации удобно. Единая база данных, единые алгоритмы, которые учитывают и работу тепломеханического, оборудования, электротехнического, это реализуемо. Соответственно, оперативные переключения, вывод оборудования в ремонт, все можно делать с одной рабочей станцией. И вот к вопросу, который был задан, с какими поставщиками по электротехническому оборудованию у нас была проявлена стыковка, сравнительно недавно мы проявили специально, оформили это актами, соответствующими результаты испытания СББ, ЭКР и БМРЗ. Потому что реализация на средствах стандартных АСУТП управления электротехнической частью, эта задача так или иначе нетривиальная. Надо сказать, что большинство западных производителей за это могут не браться, либо браться это по старинке, принимая сигналы по физике, по электротехническому оборудованию. Я сравнительно недавно общался, собеседовал специалисты по ПГУ из Беларуси. Он работал в интеравтоматике, там реализовали несколько станций. Я говорю, как у вас электротехническое оборудование было реализовано в соответствии с новыми концепциями, которые заказчики сейчас просят в России, например. Он говорит, нет, пока реализуется при приеме сигналов чисто по физике. То есть все с поля тянут физическими сигналами, никакого электрического протокола. Вместе с тем электрический протокол, вот этот 1.850, он достаточно капризный. И несмотря на то, что большинство поставщиков может декларировать, что они соответствуют, результат первой же стыковки показывает то, что и та, и другая сторона должны дорабатывать прошивки своих модулей, потому что стандарт МЭК, он четко не регламентирует передачу информации с точностью до бита, как это должно быть. У нас в самих были такие сложности. С тем же Спрософтом, значит, реализовал несколько проектов. Но первый раз, когда мы стыковались, мы пришли к выводу, что и они должны доработать, и мы должны доработать. И хорошо, когда компания имеет свое оборудование и связь с заводом-изготовителем, куда можно непосредственно обратиться с соответствующим запросом, быстро оттуда получить ответ. Или, по крайней мере, понимание, когда это может быть реализовано. Я не скажу, что мы прямо общаемся как вот там с соседом, с разработчиком, но тем не менее. Тоже вот вопрос по 61.850 протокол, он был доработан очень быстро. Мы сформировали запрос там в течение, ну, там двух, наверное, месяцев, может быть, трех, я не помню. Это было доработано, потом провели мы эти испытания, потом повторно мы их проводили в Екатеринбурге, вот, и остальными то же самое. То есть сама реализация АСУТП, ЭТО, она связана с интеграцией в себя различных подсистем, относящаясь к электротехнической части, по какому-то унифицированному подходу. Мы используем протокол 61.850, предлагаем это все интегрировать в овацию, для того, чтобы дальше иметь единые средства, единый подход к управлению, и не просто к управлению, к управлению, которое основывается на централизованном сборе информации снизу вверх, для того, чтобы наверху была максимальная информация о диагностике состояния низовой автоматики. Пример, например, просто один из видеоэкранов, как это было сделано на округе Гидроэнерго, представление графического интерфейса. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...